Привет! Я впервые снимаю такое видео, в котором показываю вам не только свои косметические новинки и фавориты, но также еду, книги, даже игра компьютерная будет в этом видео, так что продолжайте смотреть, уверяю вас, вам это понравится. Но начну я традиционно с косметических новинок, точнее с косметических средств, которые за эту весну просто меня покорили, без которых теперь навряд ли я буду чувствовать себя настолько полноценной, делая свой макияж. В одном из своих последних видео я тестировала вот эту вещь от Catrice, вы можете посмотреть видео про вот это средство, как только закончится смотреть это видео, но в коротких двух словах это средство помогло мне вернуть к жизни старые, темные, не подходящие мне по оттенку тональные средства, по которым я безумно скучала. Самое приятное это то, что оно нисколько не меняет текстуру, свойства, финиш в самом тональном средстве, то есть это чисто пигмент. Этой весной я открыла для себя два средства от Essence, которые я никогда прежде не пробовала, и это просто бомба. Во-первых, вот этот консилер, Big Picture Ready, он восхитительный, он просто, он идеально покрывает все недостатки, он нисколько не сушит кожу, он прекрасный, он просто прекрасный. В нем есть один минус, он, как мне показалось, закончился слишком быстро. А вот здесь на конце у него есть что-то типа спонжика, ну, этим спонжиком, так скажем, народ смешит только наносить средство, но в любом случае мне показалось, что он закончился быстрее, чем мне бы хотелось. Но я куплю его снова обязательно, это просто... А вот это, это Keep It Perfect Makeup Fixing Spray, это спрей для того, чтобы фиксировать макияж, но в отличие от большинства моих спреев, которые у меня есть, он действительно задерживает на вашей коже все, что есть, и держит это в таком идеальном состоянии. И если вы не хотите наносить пудру, если вы хотите мокрый финиш, если вы хотите сияющее блестящее лицо, как хотите, это называется, но если вы хотите, мечтаете это получить, но вы не можете, потому что у вас весь тональный крем куда-то слезает с кожи и куда-то он пропадает, вот это сможет спасти ситуацию 100%, обещаю. До недавних пор я себе задавала вопрос, зачем люди покупают кисти, зачем они тратят на кисти для макияжа 1000, 2, 3, 4, 5, зачем, почему вы это делаете, люди, я всегда так думала, и я искренне не понимала, ну почему же все молятся на эти кисти, почему же все всегда в таком от них восторге. До тех пор, пока я сама не попробовала. Первые мои кисти, которые, можно так скажем, назвать дорогими, это кисти от Real Techniques, я прям заказала такой кит, это у них дизайн, называется Berlin, то есть это какая-то такая лимитированная версия, но суть-то не в дизайне, суть в самих кистях. Из этих вот пяти кисточек, вот эти три, это моя любовь, вот это всем любовям любовь, вот эти две, ну так скажем, без них я бы обошлась, в принципе, они предназначены для того, чтобы наносить жидкие текстуры, ну, не будем долго наносить, мне кистя задерживаться, вот эта, она идеально подходит и для теней, и для жидких текстур типа консилера, это я использую для хайлайтера и для пудры под глаза, а вот эту кисть я использую и для пудры, и для тональной сны, и для румян, и для контура, короче, эта кисть идеальная, я не знаю, сколько она стоит в отдельном, как скажем, формате, но она стоит того, сколько бы она ни стоила, ну, в пределах разумного, но я правда, теперь я понимаю, почему все покупают эти кисти, бешено дорогие, и они такие довольные и счастливые, хотя вот это не бешено дорого, это нормально, нормально. Все, с косметикой закончили, теперь плавно перейдем к единственному продукту из еды. Пармалат лоу-лактоз, безлактозное, низколактозное молоко, которое меняет кожу к лучшему. Что такое лактоза? Лактоза это молочный сахар, если по-русски. Молочный сахар, он имеет такое свойство для некоторых людей забивать поры, усложнять жизнь сальным железом, и все такое, что вообще не катит для того, чтобы быть красивой. И вот я люблю молоко, я люблю пить молоко, я люблю добавлять его в чай, в кофе, я люблю молочный суп, молочные каши, молочные коктейли, молочный какао, какао с молоком. И вообще я люблю молоко, я обожаю молоко, и если бы оно не вызывало у меня какие-то странные высыпания на лице, если бы у меня кожа не забивалась от него, я бы пила его вместо воды. Но, о боже, впервые в жизни я решила просто попробовать низколактозное молоко. Почему я бы решила попробовать-то? У моего мужа, так скажем, неусваиваемость лактозы. У него она плохо усваивается, она у него вызывает некоторые побочные эффекты. И в связи с этим я решила, что можно попробовать такое вот молоко, купить, и, возможно, тогда жить станет легче. Муж-то ладно, подумаешь-то, молоко не молоко, но кожа моя, блин, она стала намного лучше. Даже гормональные изменения вот в этом месяце, например, к примеру, в этом месяце вместо тысячи высыпаний в самый критичный день этого месяца я отделалась одним. Вот такой вот эффект, свип и вау, эффект. Я обожаю, я рекомендую вам покупать такое молоко, если у вас есть проблемы с высыпаниями, вдруг у вас тоже есть проблемы с лактозой. И стоит оно не дороже, чем любое другое молоко, типа там простоквашина, домик в деревне, оно стоит нормально, стоит рублей 80, наверное, 90. Попробуйте. Кто-нибудь знает в таком магазине вкусвилл? Избенка. Я не знаю, в каких городах России он есть, но я знаю, что в Москве он есть очень много где. И там я покупала много чего из косметического отдела. Но когда я купила вот это и попробовала, я поняла, что это вещь, просто офигенная вещь. Это водный освежитель воздуха. Вы можете его использовать на ткани, на стены, на мебель, на себя. На себя. На себя, да. Здесь в составе вода дистиллированная. Не какие-то неоногенные пафты расшифровываются. Это НПАВ меньше 5%. То есть это не токсичное вещество, а на основе растительных масел. Парфюмерная композиция на основе натурального масла, лианы, ваниль. Все. У них три вида. Есть фейхоа, есть лаванда и есть ваниль. Вот фейхоа пахнет как туалет. Вот реально освежитель, такой дешевый освежитель для туалета. Лаванда, я просто не фанат запаха лаванды. А вот ваниль пахнет как ваниль. Я никогда не думала, что буду показывать в своих видео обувь, но я показываю вам в своем видео обувь. Вот эти две пары из подрилей я купила на сайте Asus. И они мне обошлись в 500 рублей. Это было еще осенью, по-моему. Но я увидела их и заказала. Я заметила, что из всех моих многочисленнейших пар обуви преобладают металлические расцветки. То есть вот это, например, это мое. Я обожаю металлическую обувь. Просто я сама того не веду. Я всегда кладу глаз именно на обувь с металлическими элементами. Но суть-то не только в том, что это из подриле. И они... Одна из них из этих пар металлическая, другая просто такая кружевная с цветочками. Суть в другом. Суть в том, что они безумно удобные. Просто нереальные. Я хожу в них, не стаптываю ноги вообще. То есть я в первый день ходила, и я не почувствовала, что это новая обувь. Я понимаю, что из подриле это не самая правильная обувь для ношения. Это не самая лучшая для вашей стопы. Но мало кого это заботит на самом деле, если честно. Вот. Единственная проблема в том, что у меня собака прогрызла здесь. Но я... Я это засунула обратно. Так что да, я... Я вам очень советую попробовать магазин Asus, если вы никогда не пробовали. Потому что у них действительно очень качественное и очень добросовестное отношение к покупателям. Попробуйте. Теперь я вам расскажу об очень важном событии, которое произошло в конце апреля. Вышла новая часть игры Сибирь. Сибирь или Сибирья. Правильно я так и не поняла, как ее стоит по-русски называть. Ну, в общем, вышла игра Сибирь 3. Когда я была маленькая, когда мне было 10, меньше 10 лет, наверное, лет 8, была такая игра Сибирь 1. Сибирь. Я ее прошла, конечно, тогда с подсказками и все. Потом через какое-то время вышла Сибирь 2. Ее я тоже прошла, я уже была постарше и все. И на какое-то время Бенуаса Каль, кажется, так зовут создателя игры, он исчез. Он не стал, он хотел, но не выпустил третью часть игры. Я даже забыла о том, что она вообще когда-то должна выйти и может выйти. Но вдруг в этом году она вышла. И я была так счастлива. Муж купил мне ее в первый же день, когда она только вышла. Позавчера я ее прошла. Я, конечно, проходила ее не сутками, как задрот настоящий. В силу того, что времени у меня не так много, я ее проходила так кусочками. Но она такая красивая, она такая интересная. И для тех, кто играл в эту игру, я думаю, что большинство из моего поколения старше играли. Я хочу сразу сказать, что атмосфера игры, та вот атмосферность, она мне потерялась. И последняя моя категория это книги. Я вообще-то так себе чтец. Я не очень люблю книги читать. Точнее, я люблю, но книга должна быть крайне интересная, чтобы меня привлечь. Тем не менее, я обожаю книги по психологии. Я очень люблю поваренные книги. Как раз-таки здесь я покажу вам две книги, которые и стоят в той категории. Первая я вам покажу, это книга, которая называется «Сделать счастливыми наших детей». Дошкольники, 3-6 лет. Несмотря на то, что моей дочке еще и двух лет нет, я уже сейчас подковываю себя для того, чтобы быть готовой. Хотя я знаю, что мало кто может подготовить себя к родительству книгами. Тем не менее, профилактика тоже мера. Поэтому я эту книгу не помню где. А, издательство «Клевер». Наказыватель ребенка. Как разгрузить детское время. Как перестать терапить детей. Как их понять. Как отвечать на самые часто задаваемые детьми вопросами. Типа, папа никогда не хочет со мной играть. Он что, меня не любит. Или для чего мы живем. Мама, кто такой Бог? Вот на такие вопросы здесь примерно даны ответы. Такое издание, я считаю, полезно иметь каждому родителю. И мама и папа должны знать, как отвечать на эти вопросы. Хорошее и очень недорогое, причем очень такое приятное глазу издание. И, конечно, моя любовь, которая появилась этой весной. И я просто без ума от нее. Во-первых, я без ума от сериала «Отчаянные домохозяйки». Я при всем том, что там 8 сезонов, я смотрела все 4 раза. 4 раза смотрела сериал. Если не больше. Ой. Знаете, до того дошло, что даже мой муж знает кратенькое содержание этого сериала. Он тоже периодически одним глазом подглядывал. Я-то знаю. Я увидела, что в интернете продают вот эту книгу. Поваренная книга «Отчаянных домохозяек». И все, я прям загорелась. Если вы не фанаты этого сериала, если вы не знаете, кто такая Сьюзан, Бри, Линет и Габи, и даже здесь еще есть Иди, если вы не знаете, кто это такие, если вам ни о чем не говорят эти имена, то тогда эта книга вам покажется полным бредом, потому что она не столь прекрасна, как поваренная книга, но она будет потрясающим подарком для того, кто любит сериал «Отчаянные домохозяйки». Под чехлом здесь вот такой, знаете, фирменный знак этого сериала – это яблочко. Я счастлива, что у меня есть это издание, потому что оно, так скажем, я фанат сериала. Я никогда в жизни не фанатела ни от какого сериала, так как «Отчаянные домохозяйки». No comments, no comments. Каждый товар из этого видео я оставлю ссылку внизу под этим видео, чтобы вы могли это купить, если вам вдруг стало интересно. И я уверена, что что-то для себя вы здесь открыли, потому что такое разнообразие предметов в одном ролике – это для меня что-то новое. Спасибо за просмотр. Обязательно ставьте мне пальчики вверх. Я обожаю, когда вы их ставите, потому что это дает мне вдохновение, и это дает мне стимул снимать еще, 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 еще. И комментарии обязательно пишите мне о каких-то своих любимых вещах, которые произошли с вами за последнее время, точнее, которые появились в вашей жизни за последнее время, чтобы я тоже могла их попробовать. Обязательно надо друг с другом делиться хорошим и дарить друг другу позитив и какие-то находочки. Спасибо большое за просмотр. Целую вас всех. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok